Выход шеи. Главное, переходящим в ровную, идеально ровную спину. Миниатюрные таксы, большие азиаты, добродушные золотистые ретриверы. Национальная выставка породистых собак «Рангоцад» собрала 32 породы питомцев самых разных размеров. Здесь и популярные в Шумкенте крупные немецкие овчарки, настоящие псы-охранники. И лучшие друзья детей – миниатюрные шприцы, весом не больше 3 килограмм. Участие в выставке приняли четвероногие друзья из Алматы, Тараза и Байконура. Большой командой из 8 человек на выставку приехали гости из Ташкента. Они привезли лучших представителей пород соседней республики. Мы стараемся принимать участие во всех выставках ближайшего зарубежья, потому что дальние зарубежья – это финансовые затраты. Нам очень удобно, мы часто приезжаем в Шумкент, другие регионы Казахстана. Собак у нас – это в основном собаки всех владельцев. Сегодня мы привезли порядка 6 собак, сюда разных пород. Стараемся не пропускать данное мероприятие, потому что это прекрасная социализация. Мы стараемся показывать наших собак, показывать наши поголовья. Из Ташкента к нам привезли самую необычную породу – красному ирландскому сеттуру с длинным именем, которое только доказывает родословную 2,5 года. Красавец Double Dream Love Set Guy Ричи – настоящий охотничий пёс. Хозяйка Лола в нём души не чает, питомец отвечает ей тем же. Эта порода вообще в Средней Азии практически потеряна. Потому что в 90-е годы, когда был массовый поток отъезда русскоговорящих в Россию, и все охотники забрали своих собак и увезли их с собой. И поэтому на протяжении очень долгого времени охотничья порода, она практически была потеряна. И вот в Ташкенте мы потихонечку стали возрождать эту породу. Очень умные, очень компанийские собаки и очень добрые. Они со всеми дружат, они всех любят. Собак оценивает известный международный судья Марк Затуринский. За получением от него характеристики владельцы выстраиваются в длинную очередь. Это не менее важно, чем присуждение мест. Каждый год, конечно, у нас увеличивается количество пород и количество, естественно, членов клуба и собак. Насчёт качества собак, конечно, качество собак за последние годы намного заметно улучшилось. В прошлом году национальная выставка проходила в лёгкоатлетическом манеже. В этом году собак туда не пустили. Мол, животным в помещении делать нечего. Вот и пришлось организаторам провести выставку под палящим солнцем. Мы 14 лет в ФЦИ, Федерации международной кинологической, и эта проблема никак не решается. Один раз нам удалось провести в лёгкоатлетическом зале выставку, но это просто было, не знаю, прям счастье. Но нашлись люди, доброжелатели, которые позвонили, сказали, что собаки – это, в общем, уречные животные, которых нельзя пускать в помещение, что у людей, у них там аллергия, и, в общем, нам запретили. Вот теперь руководство никак не соглашается, и вот нам приходится проводить вот в таких условиях. А мероприятия, я считаю, всё равно это нужно и для города, и для людей. Особенно это нужно для детей. Мы всё-таки же детям прививаем любовь к природе, к животным. По нескольким номинациям победители конкурса наградили кубками и грамотами. Но это скорее награда для хозяев. Питомцы получили вкусные и полезные призы. Питомцы получили вкусные и полезные призы.